Десять дней прошло с момента, когда в доме номер 33 по улице Обской произошел пожар. Он оставил без крыши над головой 35 человек. Горожане моментально откликнулись на чужую беду. Люди несли пострадавшим вещи и деньги. Специалисты Управления по труду и социальной защите населения открыли Центр помощи пострадавшим и разослали в адрес предпринимателей гордо письма с просьбой оказать семьям поддержку. На письма сотрудников Управления по труду и социальной защите откликнулись многие частные предприниматели. Комплекты постельного белья, бытовой химии, обувь уже поступили в Центр помощи пострадавшим. На этом работа не останавливается. Магазин «Богатей» собрал для семей погорельцев продуктовые наборы. Консервы, крупы, макароны, мука, масло, чай, сладости и многое другое. Продуктовые наборы дали, это, конечно, помощь, потому что какие деньги есть, и хочется потратить на что-то куда-то в жилье, вот именно в глобальные покупки, потому что, естественно, ни чайников, ни утюгов, ни элементарных гладильных досок, ни даже где сушить белье, или если там стираешь стиральную технику какую-то покупать, то, конечно, продуктами помощь очень своевременная. Пострадавшие от пожара приятно удивлены тем, что лабытнанцы так остро отреагировали на их беду и по сей день оказывают им поддержку. Помощь поступает со всех сторон. У нас в ДК Хор Северяночка, вот они даже, что могли, родители в школе, вот там собирались, организации, все как-то хотят помочь, магазины наши, частные предприниматели, там вот сразу по помощи в одежде и во всем оказали. Сейчас у нас единственная проблема стоит вот с жильем, вот как бы, где жить, вот в это все упираются, а так вот, ну, город помогает, просто очень чувствуется, как помогает. Столько сострадания в людях, так они откликнулись на это все. У меня прямо сейчас даже вот говорю, прямо до слез. Помочь может каждый. Для этого достаточно обратиться в Управление по труду и социальной защите. Там подскажут, в чем нуждаются люди, пережившие пожар. Альмира Новоселова, Кирилл Сементьев, программа «Время местное».